Добрый день, дорогие друзья, с вами канал Анна Австралия и я, Александр Петров. Я хотел бы поговорить о том, что мы вместе с вами делаем и как мы боремся за то, чтобы вот это вот все, ваше образование, ваша эмиграция, ваша жизнь в Австралии стала лучше, легче, дешевле, спокойнее. И это борьба, это моя борьба в первую очередь. И я знаю, что у некоторых умных людей, которые знают историю, которые читают, наверное, это вызовет улыбку и ассоциации, даже, наверное, кого-то это раздразнит, но ничего страшного, мы переживем. Так вот, почему вообще такая система сложилась, как одна Австралия, почему она уникальна и отличается от многих других? Ну, потому что первое, это потому что я сам, кстати, Алексей Чехнов тоже, наш эмиграционный агент, это вдруг тоже были мы студентами, такими же, как и вы, или вы будете эми. И если бизнес строится без принципов, если нет принципов, на котором основывается это дело, значит бизнес этот беспринципный. Беспринципные люди создают беспринципные бизнесы, которые объединяют беспринципных людей. И если вы хотите быть беспринципным человеком, воспитываться в таком обществе, добро пожаловать в другие агентства, к другим агентам, но вы об этом пожалеете, потому что как бы ни был беспринципен человек, но он хочет, чтобы с ним, уж с ним-то, родным, дорогим и близким, ему все-таки были принципиальны, то есть действовали по принципам, и все-таки его интересы защищали. И первый принцип, который мы исповедуем, он и есть. Интересы студента должны ставиться по главу угла. И это же вам выгодно. Но вы знаете, вообще в теории менеджмента есть такой принцип. Он, коротко можно его выразить словами, кто заказывает музыку, тот и танцует девушку. Кто платит, тот и заказывает музыку. Поэтому единственный игрок в этой схеме, который платит деньги, это ни оборудовательные учреждения, ни агенты, ни даже австралийское государство, это студенты. Вы, дорогие друзья, поэтому ваши интересы должны быть на первом месте. И необходимо минимизировать ваши расходы на образование, на эмиграцию. Почему? Ну, потому что это ваши деньги, они вам не так легко достаются. Делать все надо дешевле, быстрее, надежнее, с большей вероятностью положительного исхода. Третий принцип, он очень важен. Любая помощь студенту должна оказываться бесплатно. Не должно быть даже скрытых доходов, потому что это неэтично. И потому что если человек, агент, зацикливается на этой материальной выгоде, свое дело он уже делает без души. Он думает не о людях, он думает только о деньгах. А должен зарабатывать агент только процент отчисления комиссионных от учебного доведения. Так всегда было в Австралии. К сожалению, раньше это был закон, а теперь это просто этические нормы. Ну, кто сейчас следует этическим нормам, ну, кроме нас с вами. Сарафанное радио должно превалировать. Именно поддержка наших бывших студентов, друзей, тех людей, которые прошли через нашу систему, их слово должно быть самым высоким аргументом, когда вы решаете того или иного агента выбирать. Именно сарафанное радио, а не быть воронкой продаж, как некоторые мнящиеся кучами бывшие блогеры, да и настоящие блогеры считают. Нет, ни воронка продаж, ни какие-то там говорящие головы, а именно сарафанное радио должно приводить новых людей в нашу систему. Ну, тут так в нашей системе происходит. Как это делается у других, ну, вы можете увидеть. Добро пожаловать в широкие, бескрайние степи социальных сетей. И последний принцип – это не изменять принципам, но тут, по-моему, все ясно. Теперь давайте остановимся на каких-то вещах, которые, ну, не знаю, иначе как заповедями назвать нельзя. Ну, первое – это не спрашивай, что страна сделала для тебя. Помните, JFK сказал, Джон Федерал Кеннеди, да, JFK? Он сказал, что не спрашивай, что страна сделала для тебя, проси себя, что ты сделал для страны. Ну, я вторую часть заменяю на просто «уезжай». Не спрашивай, что страна сделала для тебя, просто уезжай. Не будь каким-то бузатером, не доказывай правду, не мечи перед свиньями бисер, просто уезжай. У тебя одна жизнь. Если ты хочешь что-то поменять, если реально хочешь поменять, то поменяй обстановку и поменяй страну, где ты живешь. И я думаю, что это то, что вы думаете. Но это в действительности ваша заповедь. Австралия ждет тебя, если ты ей подходишь. Давно я высказал такую мысль, потому что если ты ей подходишь, да, она тебя зацелует просто в засос. Поэтому это второе пожелание, это, ну, commandment, да, это заповедь, которой вы бы следовали, потому что вам же это будет выгодно. Иммиграция в Австралию, это прежде всего самовывоз. Спасение утопающих в первую очередь это дело рук и чести самих утопающих. Ну что же вы свои проблемы на других перекидываете? А будут ли эти другие так очень щепетильные в вопросах вашего вывоза? Вот Мэнхгаузен сам себя вроде как, нарушая все физические законы, вытащил из болота за волосы. Ну вот и вы должны себя вытащить из этого болота и должны пойти вот этой своей светлой дорогой в ваше опять-таки светлое будущее. И никогда не надо переплачивать. Ни за что, никогда. Не надо покупать один и тот же продукт дорого. Перед тем вы режете понты, дорогие друзья, перед тем вы режете понты, когда, например, идете в какой-то элитный университет. Да по сравнению с каким-то там Массачусетсом или Оксфордом или Гарвардской школой бизнеса, это все не играет никакой роли. Хоть вы закончите июнь в Нью-Саус-Уэллс или Маквори, хоть вы закончите Кайуай или Венварс или Кент, разницы не будет никакой. Ну, с глобальной точки зрения. А вот денег вы потратите и времени, и усилий, столько, что у вас их может и не хватить. Так зачем это сделать? Вот это четвертый принцип. Никогда не переплачивай. Организованный легион, господа, сильнее, чем 5000 героев-одиночек, даже если они очень сильные, высокие, статные. Но они не организованная стада. А система есть система. Я не говорю, что вы должны быть дисциплинированы и смотреть своим центурионом в рот. Я говорю о том, что вы всегда должны иметь чувство локтя, вы должны понимать цель и идти к ней организованно. Это система, которая, в общем-то, подминает под себя все. Вас слушают, потому что вы легион, а не стадо баранов. Вас слушают и учебные заведения, и многие другие люди. Вот посмотрите, нам надо было, допустим, показать себя. И мы вывели более 60 человек на выборы раз, и мы показали себе. И с нами уже считается. Зачем распылять студентов по всем учебным заведениям, и ты не можешь вообще проследить за их судьбой? Поставь их в одно учебное заведение и сделай, чтобы их учеба, жизнь, работа, все было как швейцарские часы. И тогда все будет нормально. Почему? Потому что это система, это легион. Если вкладываться, вкладывается в себя знание, сила, дорогие друзья, это говорили наши предшественники, греческое выражение. Но ваше образование, ваш главный капитал, я понимаю, что некоторые в этом бесконечном пространстве интернета говорят, что университетское образование, ну, по крайней мере, до того, как стали агентами, они говорили, что университетское образование не нужно. Ну, у самих нет, детям не дал, ну и, соответственно, значит, и все другие умные дураки. Мы университетов не кончали. Помните, там один герой у нас, кинематографа, хреново, кстати, закончил, об этом говорил. Так вот, дорогие друзья, не уподобляйтесь баранам, которые блеют и говорят, что университетов им не надо. Даже если они, кстати, эти университеты пытаются продавать. Обрадование это единственное, что вас уже не отнять, и никакая пандемия, никакие-то там иглоукалыватели, никакие перители ваших вкладов, инфляции и так далее. Не смогут у вас забрать самого главного, ваших мозгов, ваших умений, ваших талантов. Ну, так прирастайте ими. Обрадование в Австралии должно быть дешевле, быстрее, эффективнее. Ну, понятно, если мы говорим, что ваша иммиграция, ваш путь должен быть дешевле, быстрее, эффективнее, то и обрадование, оно должно быть таким же. И опять-таки, не переплачивая, если это не нужно. Жизнь не останавливается с получением австралийского паспорта. Восьмая заповедь. Дорогие друзья, вы что думаете, вы достигли того, что у вас есть паспорт, вы легли на какую-то лежаночку и все вокруг вас гурии, неизвестно, что вам делающие в этот момент крутятся. Нет, жизнь продолжается. И вот вы, да, вы гражданин Австралии, вы должны работать, платить за свое жилье, платить за различные услуги. Вам необходимо жить дальше. Так вот, не делайте так, как будто вы добежали до финишной, прямой ленточку порвали и упали, как мешок с дерьмом. Нет. Вы дальше бежите, и даже, может быть, с ускорением, вы бежите к своему светлому будущему, вы по нему бежите, ускоряясь и переходя в более радужные такие края. Радужные имеются в виду то самое значение радуги, а не то, которое сейчас в извращенном мире приветствуется. Единожды солгавший, кто тебе поверит? Я хотел бы эту девятую вам заповедь, дорогие друзья, просто вбить в голову. Вы думаете, что люди, которые лгут, которые лгут близким, лгут в том же самом блоге своем, говорят одно, потом говорят другое, только потому, что им это выгодно, эти люди будут хорошими вашими проводниками в Австралию. Ха, ха и еще раз ха. Если не верите мне, ну ничего. Убедитесь на опыте, на своем и на горьком. И последнее, будь всегда примером, будь примером для других. Я просто, я уважаю людей, которые в рамках нашего проекта в действительности стали ролевыми моделями. И их пример другим наука. И сам я стараюсь быть тоже примером для вас и следовать этим принципам, которые, в общем-то, я же вместе с вами устанавливал. И следовать этим заповедям. И да благослови вас Господь, как говорят сейчас среди моих друзей-баптистов. И не только, наверное. Я хочу, чтобы в действительности на вашем пути все было гладко, все было хорошо. Это не будет никогда. По крайней мере, мы к этому стремимся. И вот эти заповеди и наши принципы, которые мы вместе с вами исповедуем, Исповедуем, они ответят вам в дорогу ваше светлое будущее. Спасибо.